Значит, проект называется у меня домашняя гидропоника или домашняя гидропонная склопка, или там домашний мини-обород гидропонный, то есть речь идет об устройстве, которое простой, достаточно недорогой, которое можно купить и поставить у себя дома, и оно будет выращивать, например, всякие овощи, там зелень и так далее. То есть это моя собственная разработка, придумка. Первый раз я на клубе рассказываю мне примерно год назад, после этого не рассказывал, когда у Иконниковых были. С тех пор вот этот проект, он, в общем-то, как потихоньку движется, то есть в основном развивался, может быть, даже скорее я, поскольку вот в клубе познакомился с полезными, интересными людьми, они меня подвинули там сначала с Людмилой Семеновой, как вот длиться там в полезную конструктивную тусовку, потом под этим влиянием прошел Интерру, потом Зимнюю школу Академпарка, потом МБА-регион. В общем, вот с этим вот, с горшком я прошел вот такие вот этапы некоторые конструктивные. Значит, что касается самого проекта, значит, проект, вот его текущее состояние, ну или сначала об устройстве. То есть вот все устройства, его характери... ну, как оно выглядит, примерно всем понятно. То есть к нему еще снаружи цепляется аквариумный компрессор с таймера, ну, получается вполне такая гидропонная установка. Цена комплекта на сегодняшний день, полагаемая, 2000 рублей. То есть, поскольку я знаю, что многие, ну, уже за время, многие люди пытаются дома самостоятельно видеть гидропонной установки и по конкурентам по цене вообще ничего не продается. И вот, то есть предполагается, что этот проект будет пользоваться определенным спросом. Как для домашних хозяйств, так может быть в школах ему пригодится для изучения растений, детям. Вот, значит, сейчас подана заявка уже на изобретение там на полезную модель и способ. Это вот, вот, заявка. И сейчас, вот, начато стадия продаж, когда, то есть, подошел момент такой, что эти вот установки можно приходить и делать, и поскольку она уже защищена, практически, получается, приоритет уже есть, можно уже теперь продавать, и понять, что кто-то их сохранил конструкцию. Вот, и вот, то есть проблема сейчас, вернее, или задача, которая стоит, это начать продажи. То есть есть сейчас сайт, на котором с названием «Хитропоника», вот, и поскольку «Хитропоника» она все знает, то есть сайт называется «Хитропоника.com.ru», вот, «Визитки» и «Раздам». И там на сайте даже можно заказать покупку этого гашка, то есть если у кого будет интересно, можно, по крайней мере, потестировать сайт, как он там работает или нет. То есть там написано, есть написано опыт его использования. Вот, значит, что меня смущает в моем проекте? А что такое гидропоника, само слово? Гидропоника, значит, это выращивание растений без почвы. То есть здесь вот все растения, они сидят в маленьких горшочках, таких небольших, небольших горшочек, он заполнен керамзитом. В нем вот этот перец растет уже полтора года, например, растет непрерывно. Помидорки тут и мята, которая тут торчит, они растут где-то с декабря. То есть это может расти потом непрерывно. У меня одна из мят растет уже два года дома, то есть она может непрерывно там расти, потом отрываешь, потом в чай бросаешь, и все. То есть вот такие вещи, они, вот, такой вот агрегат. Ну, то есть я сейчас, то есть работа, разработка, она может вестись тут бесконечно, ну, как раз наступил момент, когда нужно продавать. Моя проблема, как я для себя формулирую, что я остаюсь в самоделке, но в том смысле, что я сделал там установку, там практически сам писал патент, там боролся с патентоведом, сам их делаю, и теперь еще и самому продавать. То есть это уже как-то много, надо выходить из этой ситуации. То есть моя проблема в том, чтобы переводить это дело в стадию уже как бы бизнеса, тогда, возможно, возникают партнеры, которые будут помогать это все делать. То есть денег на это у меня, конечно, сейчас нет никаких. Инвестор, проблема с инвесторами заключается в том, что неопределенная емкость рынка невозможна определить, пока очень сложно это дело определить. И они, этот вопрос вызывает наибольшее сомнение, насколько этот проект вас требует. Что касается объема инвестиций, то там примерно нужно около 2 миллионов долларов, постольку рублей. Значит, поскольку вот сам по себе горшок, у нее конструкция довольно хитрая, и для нормального серийного производства нужно сделать пресс-формы, которая была на пластмассовом заводе, который у нас существует, потом были полить белые горшки, тогда были. Но пресс-формы, они дорогие. Вот этот горшок, из которых я его делаю, он делается на Сибирском заводе ТК, и вот цена пресс-формы 500 тысяч рублей. Соответственно, там где-то 3-4 детали, плюс там доработка конструкции, вот откуда берется сумма 2 миллиона, которая, примерно, нужна на то, чтобы выпускать уже серийно. Вот, то есть вот, как бы, круг, проблема. То есть, Николай, можно еще уточнить? Пресс-форма нужна для горшочка, вот этого маленького горшочка, в котором... Нет, для горшки и самого. Для большого. У него тут довольно хитрая конструкция, то есть, что происходит. Значит, снаружи у него есть камеры и... Вот, я сейчас, так, дали, просто быстрее достаточно. Понимаете? Сразу же цепляются известные, это акваревые, там, нескольку какой-нибудь есть, просто акваренный компрессор, трубочка и... Вот это таймер программирования языка. Все это втыкается в розетку, и несколько раз в сутки, обычно днем, скажем, раза четыре, вот этот таймер подает электрический компрессор, компрессор подает внутрь горшка воздух. В этот момент, когда воздух сюда подается, поднимается уровень жидкости, то есть сначала он заполняется раствором, где-то, если он заполнен раствором питательным, и когда таймер включается, уровень раствора поднимается, поступает раствор к корням растений, которые в горшочках. Потом таймеры включаются, опускаются уровень раствора, и поступает воздух. То есть, поскольку растение нужно там корням просто воду поставить, а не загнуться. То есть нужно... И таким образом это все дело работает. А я не знаю, насколько это коммерческая тайна, а в чем суть изобретения? Ну, то есть, вот оно... Ну, на самом деле, вот сама по себе идея, она, когда я патенты исследовал, там еще к 67-му году относится, но тут, ну, скажем, то, что удалось достичь, это то, что раствор стабильный, он расходуется, поднимается под немножко, то есть все время стабильно на одно и то же уровне. То есть, вот конструкция была таким... Такая конструкция у него внутренняя горшка, что куда подходит сходы, немножко к ее поднялся раствор. Если этот раствор, который поднялся, убрать, в следующий раз все равно настолько же поднимется. То есть, у нас стабильность работы на протяжении длинного времени. То есть, вот пока с 67-го года я не нашел таких патентов, просто чтобы кто-то вот эту идею вернулся. А, и суть гидропоники, это то, чтобы она не все время была не в воде, а чтобы смочила воздух. Смочила воздух, смочила воздух. Ну, то есть, там разные бывают алгоритмы, ну, вот это называется, периодическое затопление, и реализуется то, что необходимо, как раз, чтобы было и воздух поступал, и удобрение за счет периодически заменяется. А, конечно, как и вопрос в России. Насколько то есть состава раствора, состав раствора, что он из этого дает кемиумеральные штабы получать, растение, не второе, а просто свет. Потому что проблема со светом, это тоже есть. Значит, ну, вот мне удалось подобрать раствор достаточно простой по изготовлению. То есть, будет прилагаться в комплекте два, две упаковки с удобрениями, которые, там, раз, примерно, в две недели или даже раз в месяц раствор нужно будет менять, там, засыпать удобрение, залить воду. Это вот раз в месяц будет происходить, и все будет дальше работать. Вот, а что касается света, ну, свет, конечно, нужен ему. Реально, вот у меня летом он стоит просто на подоконнике, растет зимой, и ставлю подсветку лампы. Примерно, вот, 20-ти ваттная лампа на горшок энергосберегающий. Вот так получается. А, по чистоте, в том вопросе, волны света очень важны, потому что растение в определенном диапазоне. Ну, да, то есть, в принципе, действительно, растение, определенная волна нужна, но дополнительная тоже, как бы, не мешает. Поэтому, самый дешевый, только доступный вариант, это энергосберегающие лампы, которые, скажем, более голубого света, там, наверное, на 6, сколько, с 500, и вот 20-ти ваттная пирога лампа. Правда, на такой кусте я еще и не использовал, ну, где-то примерно там. То есть, понятно, что эту конструкцию надо потом дорабатывать, и, то есть, тут можно... Вот сам, просто сам, все принципы действия, он в мире не делан, вот таким образом не делается. То есть, существует в мире несколько определенных принципов это действия домашней гидропоники, по которым она работает, но вот этот принцип он никто не использовал. Поэтому... У меня есть... Какие используются, если совсем кратко? Значит, используются самые популярные, это из устройства аэрогарден американские. У них растения закреплены просто без всякого субстрата, просто у них корни висят в воздухе, и на них брызгается раствор удобрений. За счет этого они и воздух, и удобрения поступают, получают постоянно. Вот такая схема у нас существует, и китайцы ее тоже делают. Ну, в результате у нас... То есть, если она в Штатах, допустим, стоит 150 долларов, то в Китае она стоит 90, но к нам попадают уже за 10 тысяч рублей больше. За счет того, что там большая коробка, и логистика уже влияет очень сильно на эти вещи. Я просто знаю несколько... Все, закончили. Я знаю несколько... Ну, как остался я с несколькими человеками, они работали все время, программы, так называемые, полеты на Марс когда готовились, они там не были редко заработаны, когда они именно гидропонику готовились, ну, как система западного цифра, полетов в космос. Ну, я просто знаю, что нераспространенные вещи, они как быстро остались, все такие нераскрытые. То есть, вы не сталкивались с такими? Нет, и с космическими не сталкивался. Ну, я не знаю, то есть... Ну, вот то, что в литературе пишут, я много уже читал, и... Ну, не знаю, мне кажется, что просто уже ничего особо сильно нового нет, то есть, несколько принципиальных схем существует. И вопрос, чтобы это было устройство, которое можно было поставить дома. А, еще важная вещь, что, скажем, этих горшков можно на подоконник к одному компрессору подключить несколько штук, 4-5 штук, которые нормально входят. На подоконнике стать одного компрессора, и таймер работают. Что ты продаешь? Я хочу продавать, значит, на данном этапе, я хочу продавать устройство для того, чтобы накопить денег и продать патенты. Так, не зачем, а что ты продаешь? Сейчас я продаю устройство. Устройство чего? Сам все горшки. Горшки. Комплект, вот, комплект, значит, горшок, таймер, компрессор, и удобрение, и стаканчики керамис. Я почему так, я же провокатор еще тот, и потихонечку спрашиваю, да, то есть я хочу, чтобы ты немножечко посмотрел на себя, да, со стороны, и, ну, ну, а мне зачем тебе горшок? То есть Андрей сейчас тебе оказывает экспертную поддержку, ты сказал, что у тебя все поддержки, да, и он видит некое слабое место и усиливает тебя. Я продаю, вопрос стоит продают покупатели. Значит, вообще говоря, это инструменты для хобби, на самом деле. То есть это для хобби, для... То есть ты продаешь развлечения? Да, это как бы развлечение. Какое развлечение? Это, ну, ну, вот как аквариум, это что такое вообще? Ну, это да, это да. То есть это вот, и... Это вот, я бы сравнивал это дело с аквариумом. Можно как рекламист скажу? Коля продает ему здоровый образ жизни. Ну, я это не мой спрашиваю. Я не верю, что это здоровый образ жизни. Это, на самом деле, такая прикольная штука, которая вот для хобби. Если кто-то вращивает растения, ему нравится вот это. Я на формате рекламной поддержала. Нет, нет, смотри, хобби прикольно, потому что если это здоровый образ, у меня сразу возникает вопрос, то есть, ну, как люди реагируют, когда ты говоришь, что твоя установка из удобрений делает перец. У меня сразу двоякое такое мнение, если честно говорю. Да я просто, ну, сам себе на этот вопрос не обретил. Ну, в общем, здоровое образ жизни, тут лукавство какое-то есть. Я понимаю в этом, да, но и тем не менее, когда есть земля, и в этой земле растет какое-то дерево, ну, еще хоть как-то понятно, что это естественно, да. А когда ты, условно говоря, берешь химию и что-то с ней делаешь, и появляется какое-то растение, да, здесь просто вопрос возникает. А химии там много? А что такое химия? Аж-два, это химия? Нет, нет. Аж-два, это химия? Нет, нет, то есть вопрос в том, что если говорить про химию, то растение, которое сидит в почве, оно все равно получает вещества в виде ионов определенных, там, элементов. Поэтому здесь оно получает те же самые ионы, что и в почве, но они сразу в доступном виде. То есть, как корове сено принес, так и здесь, то есть, подсунули уже то, что ему нужно, то, что она потребляет. Можно еще вопрос на понимание? Вот те деньги и пресс-формы, про которые ты говорил, то есть тебе нужен особый вид коробки, да, в которой как раз и будет происходить вот это поднятие, опускание воды. Ну, оно тут все как бы конструктивно связано. То есть, сам себе горшок, он не является, здесь он выглядит как просто корпус, но он является там внутренностью, то есть системой элементов, которых позволяет подниматься раствору, там, стабилизировать. А, и вот на создание вот этого вот коробки тебе и нужны деньги, чтобы вот сделать пресс-форму и производить вот эту коробку. То есть, тот продукт, который ты будешь продавать, зрительно будет выглядеть так. Это коробка какая-то, пластмассовая, да, и к ней идут, допустим, там вот этот вот компрессор и таймер, да, то есть, и вот эти маленькие, может быть, там эти, которые всовывать. Может быть, там и удобрения тоже в том числе. То есть, человек приходит, да, приходит домой, берет там семечко, берет коробочку, ставит, наливает, включает и все, и начинает наблюдать, как у него там через какое-то время начинает цвета расти. И для меня так и есть. Это был вопрос на понимание. То есть, я правильно понял, да? Правильно. Все понятно. То есть, тут, ну, то есть, как бы целевые группы, это, скажем, для взрослых, вот трудно объяснить, на самом деле, чем людям, взрослым, нравится заниматься эти растениями. На самом деле, как тот мужчина очень хорошо реагирует на эти вещи, может быть, даже он более правильный, чем женщина, на мой взгляд. То есть, мужчина в этом, аппарат интересен. То есть, детям, я думаю, был бы интересен агрегат. Есть для кулинаров он мог бы быть интересен. Можно я немножко отговорю такой? Значит, мне вообще кажется, может быть, это будет как элемент декора, вот, футур, знаете, да, то есть, будущего, то есть, ты как говоришь, у меня растение там растет и без, там, почвы, там, и так далее, без какого-то показывающего. Возможно. То есть, Икея сейчас продвигает многие идеи такие, что, там, растения, которые растут, вот, может быть. Ну, тут, чем разница от элементов декора, что элемент декора, он, как бы, вещь стационарная, эта штука, она все время разбивается. Вот эта мята, она, скажи, месяц назад ее срезал подоль, она взяла, уже выросла, например. То есть, мы сейчас чайку с метой поедем, попьем? То есть, можно, получается, кушать. Это не просто как интерьер. То есть, эти перцы, они очень острые, можно в виду бросать, там, все это используется. Какие еще растения, вот, какими способами можно вращаться? Ну, вот, роза у меня растет, думаю, это, с клубничкой сложнее. Нет, с клубничкой она теоретически возможна, но, на самом деле, у меня опыт такой, скорее, негативный с клубничкой, потому что, колокольчик много, она дает урожай редко и мало, то есть, для половства получается. Вот, растения, то есть, всяческие пряности, пряные травы всякие, то есть, растения, которые либо, ну, как она, красота, еда и рассада, вот, формула. Формула такая, то есть, то, что для красоты, это могут быть цветы, то, что для еды, желательно то, что с сильным вкусом, то, что там много не надо по количеству, потому что клетчатку тут много не вырастишь, и можно какую-то рассаду, то есть, можно и черенки укоренять, укореняются черенки здесь, можно вот, для, что-то там, если уж и специфические растения, вырастить, так, и садить в огород, оно уже там. То есть, эта рассада тоже растет больше, чем... То есть, после непредерпления, она не хорошо проживается? Нормально, да? То есть, у меня это тяжело, у нас все хорошо. То есть, даже то, что он растет в керамзите, вдруг керамзит в утрях, мы в землю, и все, оно проживается. Какой у тебя вопрос на идейную поддержку? То есть, значит, как перестать быть самоделкиным для твоей области? То есть, я правильно понимаю, что фактически ты ищешь партнеров, партнеров-инвесторов, которые могли тебе вот на этой стадии превратить это в бизнес. Правильно ли я также понимаю, что тебе интересен не сам бизнес, тебе интересна та стадия бизнеса, при которой можно было бы продать патент? Ну, то есть, и всю идею целиком. Вот ты сейчас в какой-то момент об этом сказал. Да, я ставлю перед собой такую цель, скажем так, научиться зарабатывать именно на изобретениях. На изобретениях? Да. И в этом ты хочешь стать специалистом? Классно. Можно, может быть, нескромный вопрос. То есть, если все получится, и будет создан опытный образец, хотя опытный образец уже практически создан. То есть, на самом деле, уже много у меня таких зарплат. То есть, все видно, что работает, то есть, есть полное подтверждение, что работает, и там в специальной коробке она будет работать еще лучше. За какую сумму ты готов был бы продать свое изобретение? Я сейчас не готов на этот вопрос. Думал ли ты об этом? Или просто... Нет, я думал про это, но я давно про это думал, потому что я уже забыл. Я уже погряз в рутине в этих закупках деталей. То есть, меня, в принципе, вот, я представляю, что, может быть, рынок и международный для этого патента. Это конструкция, которая... Ну, от и до, в каких вот ты категориях находишься? Сколько бы ты хотел получить за изобретение? На каких процентов возьмешь партнера? Я понял, что я не готов отвечать пока на такие вопросы, поскольку у меня сейчас, скажем, на проценты я... Денег у меня сейчас нет, поэтому тут можно говорить о каком-то... Если придет партнер, который сам даст деньги, поддержит и поможет довести до продажи внешнему инвестору. Тому, который купит это как идею для того, чтобы превращать это в бизнес и уже на этом зарабатывать. Ну, скажем, речь, так, сходу могу сказать, где-то процентов тридцать могу дать, наверное. Процентов тридцать ты бы отдал за это самое. И за почем бы ты продал, чтобы тебе вот было хорошо? Вот ты вот за эту сумму продал и совесть чиста их сладко. Ну так, просто вот. А сколько он мучился там? Вот вспомни все, как ты шел, вспомни весь свой труд, вспомни все. И вот этот порядок, эти цифры. Можешь назвать просто от и до, а потом определиться, сколько конкретно. Скажем так, даже трудно понять, из чего тут оценить. Я действительно как-то просто давно про это думал и уже забыл, что я про это дело думал. Ну, может быть, если говорить про рынки, которые тут есть. Вот есть американский аэрогермен, который я упоминал. У них, значит, они за шесть лет продали 100 миллионов устройств ценой порядка 150 долларов. Плюс у них, значит, то есть у них примерно они продают на 500 тысяч долларов в месяц всего. То есть у них вот продажи 500 тысяч долларов в месяц. Нет, ну они у себя в Штатах. Да, штатовский объем рынка, вот аналогичная устройство, это 500 тысяч долларов в месяц. То есть исходить из этого как бы. 500 тысяч долларов в месяц. В месяц. И тогда стоимость изобретения? Это как-то врасплох. Хорошо, Николай. Просто, если эта цифра будет тебе понятна, мне кажется, что тогда вопрос поиска инвестора и сама модель того, что ты хочешь. Я тебя спросил, что бы ты хотел. То есть ты сказал, я хочу вот это. И тогда у меня как бы, так как я сам предприниматель и коммерсант. Миллион долларов, если я назову. Миллион долларов, все понятно. Да, то есть все, миллион долларов. То есть 30 миллионов рублей. Понятно. Ну что ж, большое тебе спасибо. На этом давайте поблагодарим Николая за проект. Удачи тебе. Спасибо.